Всем привет! Меня зовут Наталья и я рада вас приветствовать на своём канале Вкусно Просто Быстро! Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный домашний шоколадный торт Лука. Торт приготовлен из мягких, не требующих пропитки шоколадных коржей и творожно-сливочного крема. Готовится очень просто и быстро, получается невероятно вкусным, нежным и в меру сладким. Давайте приготовим! Тесто готовится очень быстро, поэтому сразу можно включить духовку нагреваться до 180 градусов. В чашу просеем 180 грамм или 9 столовых ложек без верха пшеничной муки. Добавим 150 грамм или 7,5 столовых ложек без верха сахара. 3 грамма или 2 трети чайной ложки разрыхлителя для теста. 5 грамм или 2 трети чайной ложки соды. 2 грамма или пол чайной ложки соли. Перемешиваем вместе все ингредиенты. Добавим 80 грамм или 8,5 столовых ложек растительного масла без запаха. И 2 яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Долго вымешивать не надо, главное, чтобы все ингредиенты соединились. 60 грамм или 6 столовых ложек без горки какао. Зальем 150 грамм или миллилитрами кипятка. Перемешаем, чтобы какао полностью растворилось. Горячее какао сразу добавляем в тесто и перемешиваем все вместе до однородного состояния, недолго. Коржи из этого теста получаются невероятно нежными, мягкими и абсолютно не требуют пропитки. У меня на канале есть торт, также приготовленный на основе таких коржей. Называется он Twickers. Очень вкусный торт, посмотрите. Ссылку на его рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Вот такое тесто получается, оно стекает с лопатки. Выливаем все тесто на противень, засланный бумагой для выпечки. Разравниваем. Размер моего противня от 39 на 32 сантиметра. Я буду готовить торт в углом, поэтому углы тестом не заполняю. Убираем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. У меня корж выпекался 11 минут. Время выпечки зависит от толщины коржа, который вы сделаете и температуры в духовке. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой. Прокалываем, если она сухая, значит корж готов. Вынимаем корж из духовки и вырежем коржи для торта. Я вырезаю 2 круглых коржа и 2 полукруга диаметром 18 сантиметров. Обрезки убираем в сторону, из них мы приготовим шапку торта. Отчасти измельчим крошку и обсыпем ею бока торта. Коржи оставляем остывать до комнатной температуры, а сами приготовим крем. Крем я буду готовить из творога, который я приготовила из замороженного кефира. Творог из кефира получается очень вкусным, нежным и не имеет крупины. Видео, как приготовить такой творог, есть на канале. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Вместо такого творога можно использовать мягкий пастообразный творог. При желании творог можно заменить творожным сыром или сливочным сыром. 120 грамм или 6 столовых ложек безверха сахарной пудры. Высыпаем 10 грамм или 2 чайные ложки ванильного сахара. Перемешиваем. 350 грамм охлажденных сливок жирностью 30-35%. Вливаем чистую, сухую, холодную чашу. Начинаем взбивать на минимальных оборотах миксера. Когда сливки начинают пениться, постепенно добавляем к ним сахарную пудру с ванильным сахаром. Продолжаем взбивать и постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума. На максимальных оборотах миксера взбиваем сливки до готовности. Готовые сливки должны увеличиться в объеме в 2-2,5 раза. Быть воздушным и хорошо держать форму. Аккуратно не перебейте сливки. 450 грамм творога перед тем, как добавить в сливки, надо взбить миксером, чтобы он стал менее плотным. Если у вас творог с крупинками, то сначала протрите его через сито или перетрите блендером. Далее творог вводим в сливки. Чтобы это было сделать удобнее, я ввожу его в 2 этапа. Добавляем половину творога и перемешиваем на минимальных оборотах миксера до однородного состояния. Затем добавляем вторую половину творога. Также перемешиваем на минимальных оборотах миксера до однородного состояния. Готовый крем получается очень нежным и хорошо держит форму. Сразу откладываем 3 столовые ложки или 150 грамм крема. Этим кремом и при оформлении покроем бок торта. Накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник. Выкладываем первый порш на тарелку и устанавливаем разъёмное кольцо с ацетатной плёнкой. Делим визуально крем на три части и промазываем порш одной третьей частью крема. Накрываем вторым коржом. Второй порш у нас будет состоять из двух половинок. Я обрезала половинки слегка, поэтому у меня ещё будет небольшая вставка. Слегка придавливаем. Покрываем порш следующей одной третьей частью крема. Накрываем третьим коржом. Также слегка придавливаем. Покрываем корж оставшимся кремом. Часть обрезков нарезаем небольшими кусочками. Выкладываем их сверху на крем. Убираем торт в холодильник и приготовим шоколадную глазурь. Нагреем в микроволновой печи или на плите до горячего состояния 120 грамм сливок жирностью 30-35%. В горячие сливки высыпаем 100 грамм измельченного шоколада с содержанием какаво 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт сливками. Подождём пару минут, чтобы шоколад растаял. И хорошо всё перемешаем венчиком до однородного состояния. Делим визуально глазурь на две части. Аккуратно зальём торт сверху одной второй частью глазури. Удобнее это сделать ложкой. Заливаем так, чтобы крем и кусочки коржа были покрыты глазурью. Сверху выкладываем вторую часть нарезанных кусочков. И заливаем оставшейся глазурью. Убираем торт в холодильник, чтобы глазурь застыла и торт стабилизировался на 3-4 часа. Я обычно убираю на ночь. Оставшиеся обрезки измельчим в крошку. Я измельчаю их в блендере. Готовый торт достаём из холодильника. Освобождаем от формы и плёнки. Украшать торт можно по своему желанию. Я покрываю бок торта ранее отложенным кремом. И обсыпаю измельчённой крошкой. Набираю часть крошки на лопатку и аккуратно придавливаю крему. Готовый торт диаметром 18 см. Получается высотой 9 см и весом 1,650 кг. Сверху торт слегка посыпаю крошкой. Торт готов. Он очень вкусный и красивый. Такой торт может быть как украшением праздничного стола, так и в будний день обрадует ваших домашних. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.